Да в топку эту радость. Ааа, блин, это не тот браслет. Даже фирма не та. А, вы уже здесь. Всем привет, вы на канале Польза.нет и сегодня я расскажу вам сразу о двух гаджетах с исключительно шикарными рандомайзерами внутри. Кстати, не забудьте подписаться, на канале стабильно конкурсы, условия к ним в описании, но хватит самопиара, кратко, быстро и ёмко понеслась. Учитывая как именно я рассказываю о девайсах, уровень мазохизма моего поставщика браслетов от Mayfame просто зашкаливает. Покупаю я эти браслеты сам, но по очень низкой цене и продают мне их так дёшево, чтобы я вам о них рассказал. Прислали мне сразу два гаджета, если язык у меня повернётся их так назвать. Оба эти устройства ценой в 23 доллара США. Одно форм-фактора спортивных умных часов, второе в виде спортивного фитнес-браслета. Коробочки внешне мне понравились, но что у них внутри, как всегда китайщина конечно рыночная. Подложки из дешёвого пластика, кабели питания скручены как обычно проводом. Но с другой стороны хотя бы пластиком дешёвым всё не пахнет. Для каждого устройства есть англоязычный буклет, что очень удобно, где описана его настройка и дан QR-код под программой на телефон. Проги есть для всех видов устройств, так же как QR-коды. Часы весят 32 грамма, браслет 24 грамма. Внешне что часы, что браслет выглядят довольно презентабельно. На часах быстросъёмный ремешок. Если на браслете ремешок менять не хочется, и он крайне приятен на ощупь, то на часах штатный ремешок приятным не назовёшь. В обоих устройствах есть функция изменения пульса и давления. В каждом трёхосный акселерометр и пульсомер с методом ППГ. Зарядка для часов магнитная, на браслет же зарядка прищепкой. Вот прищепкой просто ужасные зарядки, мне они безумно не нравятся, их крайне неудобно подключать. У часов и у браслета три вида watch face. Притом на фон с скринсейвером у часов можно выставить и своё фото. Благо экраны IPS у часов 1,3 дюйма. У браслета экран TFT на 0,96 дюйма и виден он с любой точки на 170 градусов обзора. У часов разрешение 240 на 240 точек на дюйм, у браслета 80 на 160 точек на дюйм. У обоих устройств защиты от воды IP67. Оба работают около 5 дней. Крепятся они оба язычком. Корпуса из пластика, экранчики из стекла. Сделаны по мне очень качественно. Всего 8 окошек меню на умных часах. Это экран обоев, экран с суммарной инфой, экран пульсомера, сон, сообщение, движение, видите какие есть виды движения в меню, функция поиска телефона, секундомер и погода. Внутри радует рандомайзер по давлению пульсу. Кратко значения показываются наугад. Даже без одевания на руку и давление и пульс. У того и у другого девайса. При том, что сделано конечно же все хитро. В программе вы выставляете из какого у вас обычно давления. И соответственно часики уже и браслет подстраиваются. И показывают вам то, что вы хотите видеть. И то, к чему вы привыкли. Сенсорные кнопки работают и там и там просто отлично. Короткие нажатия для того, чтобы листать экраны. И длинные нажатия на обоих устройствах для того, чтобы активировать функции. Функции при работе с программой телефона все тоже стандартные. Программы правда разные. Притом довольно позитивно, что программы поддерживают режим активного отслеживания бега с использованием GPS. Экран при установке заставки очень радует. Часы как и браслет реально живут около 5 дней при довольно активном использовании. Я их протестил. И те и другие. В браслете 14 экранов. Все их вы сейчас видите сами. В программе все те же функции. Особо хочется отметить, что часы как и браслет отлично работают как блютуз кнопка. Это значит вы можете фотографировать при помощи них встряхиванием руки. И то и другое устройство имеет функцию напоминания о малой активности. Которая является одной из моих любимых и полезных функций. Ремешок у браслета легко меняется. Имеет 8 вариантов расцветки стандартных. Еще при покупке. Качество пластика конкретно у браслета просто фееричное и мне очень сильно понравилось. Что как я повторяю не сказать про браслет на часах. Их ремешок сразу стоит менять. Он конечно красивый, но не особо приятный на ощупь. Внешне особенно часы безумно похожи на Apple Watch. Чтобы не тратить слишком много вашего времени. Резюмировать хочу тем, что если у вас есть желание иметь часы с возможностью установки фотографии. Которые похожи на Apple Watch и стоят всего 20-25 долларов в зависимости от того, будет акция со скидкой или нет. Эта штуковина для вас подойдет. Надеяться на адекватные данные шагомера, пульсомера, либо тонометра просто глупо. Кстати, сделал я сравнительный тест по шагам. Мои часы Amazfit Stratos насчитали 11 тысяч шагов. Часы под яблоко Mayfame 14 тысяч. Браслет Mayfame 10 тысяч. И на канале есть плейлист с умными часами от Amazfit. Посмотрите, вам точно будет интересно. Кстати, браслет, как эконом-подарок в 20 долларов, я бы возможно и купил. Ремешок просто классный. Носить их очень удобно. Есть вопросы, спрашивайте. Не подписаны, подпишитесь. Следующий обзор будет сравнение яблочных эйрподсов с сяомишными эйрдотсами и эйрдотсами про. И несмотря на разницу в цене, мне есть что вам рассказать. Спасибо, что смотрите. Добра и удачи вам, дорогие друзья.